Приветствую вас. Я думаю, что ни один из принципов, ни один из поступков не может быть на постоянной основе произведен, если особого желания этого делать не надо. Поэтому вы можете один день экономить, если вам так хочется, другой день не экономить, если вам не хочется. В целом, у меня есть ощущение, что вы принимаете такое решение, которое нельзя обратить. То есть, если я решу, условно говоря, ездить с этими людьми, то, соответственно, мне так и придется с ними ездить. Ну, вы же понимаете, что вы свободны, вы распоряжаетесь своей жизнью и своими деньгами, поэтому мне кажется, что у вас здесь конфликт некоторый. Понимаете, несмотря на то, что вы вроде бы пишете, что научились принимать подарки, научились быть благодарны, каждый раз, когда с вас не берут деньги, у вас в голове появляются вопросы, а не потому ли с меня не берутся деньги, что вот есть некоторые особенности. И это неприятно, при условии, если вы не принимаете себя. Почему я думаю, что вы себя не принимаете? Потому что это очень просто, вы пытаетесь встречать за других людей. Да, то есть вы, с одной стороны, тревожные, потому что думаете, мало ли что у них в голове, да? То есть это вот некая такая невешешенность, неуверенность в себе, с одной стороны. С другой стороны, это попытка речать за людей, оспоривать их выбор. Ну, совершенно очевидно, что если вы можете оспорить выбор другого человека, то вы можете оспорить свой выбор. Если вы можете оспорить свой выбор, значит, вы не принимаете себя халстом и идёт речь. Да, может быть, сейчас вы выросли эмоционально, сейчас вы, может быть, являетесь более зрелой личностью, чем были, когда всё это началось, и это здорово. Но решили ли вы до конца свои проблемы, это большой вопрос. Идея про своих людей, тоже это вот про защищенность, про желание быть защищенным и так далее. И понимаете, в этом нет ничего плохого. Но важно признать, что это есть для вас, что это существует для вас, что вы этого хотите, что таков ваш выбор. Или другой выбор, если это вам не нравится, что вы чувствуете, что нет, это, ну, немножко не соответствует моим ценностям. Или сегодня одно, завтра другое, если вы хотите, ну, если вы не можете, допустим, однозначно отдать предпочтение тому или иному. То есть это выбор. И выбор может быть каким угодно. А вы требуете от себя какую-то определённость. И вот это требование от себя чего-то, чего у вас нет, вот с этим нужно работать. Потому что это вам портит ещё достаточно много крови, если это не откорректировать. И мы, как психологи, не можем вам советовать. Ну, потому что это ваша жизнь и вам необходимо отвечать за неё. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Как вы пришли к этому конфликту? Что именно с чем у вас сейчас конфликтует? Как можно было бы разрешить этот конфликт? Что вы в себе не принимаете, если не принимаете? Что вас тревожит, да? Может быть, у вас есть страх отказать человеку, невозможность отказать человеку, если он там от вас что-то потребует и так далее. И так далее. Может быть, речь идёт про чувство вины, которые у вас бывают. Может быть, про гиперответственность и, соответственно, некоторое такое... Ну, некоторое пренебрежение собой, да, своими интересами и так далее. То есть, вот на эти моменты нужно обратить внимание. И после того, как это будет проработано, вы сами примете решение. Такое, какое оно будет наилучшим для вас. Но только на определённый промежуток времени. А потом, вы будете принимать решение снова и снова. Может быть, каждый раз. Абсолютно не тяготясь этим. Потому что решение вы будете принимать гармонично. А не так, как сейчас, что вы мечетесь от того, что вам хочется, к тому, что надо. Знаете, то, что надо, это, в принципе, тоже хочется, только намного меньше. Меньше. Вот как бы и всё. Вот. Поэтому. Так, я хочу вам показать, что их копейка вложена в меня, для меня это ценность. Ну, вы знаете, мне кажется, здесь немножко другое. Но, как мне кажется, здесь больше про то, что я хочу подтвердить, что я цена. Да, я хочу убедить их в том, что я цена. Потому что я сомневаюсь в том, что я могу быть цена. И я думаю, что они сомневаются в том, что я цена, ну, несмотря на то, что, значит, ну, помогают. Да. Так что, я думаю, здесь про это. Потому что, зачастую люди, если они, ну, помогают, они уже видят ценность. И, в принципе, этого достаточно. То есть, каждый видит ценность в фейл. И, может быть, в этой ценности, действительно, у того, кто видит ценность, нет. Но это не значит, что для человека ее нет. Для носителя ценности нет. А для того, кто видит, есть. Поэтому, тут, опять же, повторюсь, вот эта вот проблема личной границы. И проблема вашей собственной ценности, оспаривания ее, она, как мне кажется, на первый план выходит. Ну, и, как все, да, это, конечно, вишенка на торте, вот. Потому что, с одной стороны, я хочу быть, как все, да, и меня тяготит, что я могу выделяться, вот. С другой стороны, я хочу выделиться и не хочу быть, как все. Так, чего же вы, Виктория, хотите? Вот. То есть, как бы, проблема, она достаточно, ну, такая типовая для людей с особенностями и к этому нужно относиться абсолютно спокойно. Вот. И просто работать. В этом направлении. Вы молодец, вы учитесь, я думаю, что небольшой такой курс психотерапии вам помог бы полностью раскрыться и начать по максимуму себя проявлять. Вот. Повторюсь. И еще раз повторюсь, да, вот, ответ на ваш вопрос, да. Значит, во-первых, вы спрашиваете, что думаете? Виктория, это так не работает. Мы психологи, мы не можем вам говорить, что думаем, что думаем. Мы специалисты, не ваши друзья. Друзья. Значит, дальше. Как вы уже на ваш взгляд или плевать на сцене, конечно, действует как душа? Ну, считывая, что каждый раздет по закону и права. Виктория, я думаю, ваша проблема в том, что у вас слишком радует интеллект, он, ну, как бы, подавляет у нас к вас, я думаю, что вам больше будет эмоциональности, вот. Больше будет, к чувствам больше обратиться, вот. А то вам есть ощущение, что много вы интеллектализируете и пытаетесь все объяснить там, где не надо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.